Нашли где-то интересную сборочку по Little Company, либо по другой какой-то игре, но вместо того, чтобы скачать какой-то архив, либо приложение какое-то, там указан код сборки. Что с этим делать? Там одни цифры, это буквы. Что это такое? Где это само находится? На примере я буду использовать либо ThunderStore, либо R2 ModMan. Ссылки на эти приложения я оставлю в описании и также покажу сейчас визуально, где их найти и как скачать. В принципе, вот ThunderStore Manager, вот R2 ModMan. Тут GetUp, скачивается приложение, устанавливайте, ничего сложного там нету, не забудьте только установить GetWolf. Это обязательно приложение для этого приложения. Для R2 ModMan вам необходимо либо нажать на кнопочку Versions и скачать любую интересную вас версию, но лучше скачивать всегда последнюю, потому что выкатываются обновления и лучше всегда оставаться на последней и стабильной версии. Либо нажимаете Manual Download и у вас скачивается последняя версия данного приложения. Вы устанавливаете, ничего сложного там в принципе нету. Скачали, зашли. Пишите интересующую вас игру, например, Little Company, Set Default. Он тут что-то делает, непонятно что это такое. Итак, нажимаете кнопку Import Update, Import New Profile, From Code. Этот код вам дает ваш друг. Вы делитесь, он с вами делится. Вы берете, оставляете, нажимаете Import, начинается скачивание модпака. И все на этом. Оставлю также ссылки в описании, оригинальной ссылке, где я взял этот гайд. Также там расписано, как установить сборку для пиратов. Также чуть покажу, как пользоваться R2 Mod Man, либо Thunderstorm. В принципе, ничего сложного там нету. Давайте R2 Mod Man сначала. Little Company сверху игра. Старт мода запускает игру с модификациями. Старт ванилы запускает ванильную игру без всяких модификаций. Инсталлит показывает, все установлены ваши моды. Тут моды, которые отключены, либо включены. Я нажал, мод отключился. Если вы хотите проверить, работает данный мод или нет. Если надо, обратно взяли и включили. Мод обратно будет работать. Кликайте на него, можете удалить. Либо посмотреть, какие у него есть моды, которые ему необходимы для работы. Это Blinks и Average Hook Genpatcher. Также можете посетить ссылку этого мода на сайте Thunderstorm.io. Тут обычно пишутся всегда последние изменения. Что примерно из себя представляет мод и как его правильно устанавливать, как пользоваться. Нажимаете онлайн. Тут вписываете любой мод, который вас интересует. Либо скачиваете то, что тут уже есть. Тут много страниц. Тут и модпаки, музыка, картины, постеры. Какие-то модификации, аудиофайлы, музыка для бумбоксов, паки. Чего там только нет. В общем, разбирайтесь, смотрите. Тут есть фильтры, сортировки. Я думаю, вы с этим разберетесь. Config Editor. Изменение конфига прямо в приложении. Не надо никуда лазить в корни игры. Куда-то сходить в какие-то папки, что-то там открывать через блокноты, что-то менять. Сеттинг. Тут настройки. Можно также сдать профиль другу, например, себе. Изменить профиль, отключить все моды. Expert Profile E-Code. Нажимаете, копируете. Вы поделились кодом, поздравляю. Как пользоваться Thunderstorm Mode Manager? В принципе, то же самое. Кнопка ванила, кнопка модет. Поделиться. Изменение профилей. Давай дальше. GetMods. Это у нас поиск модов. Есть фильтры по категориям. TheFloods. Тут показываются все моды, которые на данный момент скачиваются, либо скачались. EditConfig также позволяет вам, не отходя от кассы, лазя куда-то там вглубь папок игры, в барате что-то форматировать. Это что? Хрень. Челакс, Сьюц, Мур Сьюц, Адвансет, Кристалл, Майами. А? Что это за хрень? Е-Поркурс, Бёрт. Что это такое? Е-Лат Худ. Ладно, странно. Это тут как-то не работает почему. Что не так с этими модами? Побыл НИКС. Ну тут нормально все открылось. Остальные какие-то супер крябые. Я даже чуть-чуть в ступор стал. Окей. Тут то же самое. Очень похожий функционал, да? Отличие только в том, что тут еще есть встроенный овервульф, который, я не знаю, что правда делает, но я скорее перейду на R2 Mutman, потому что иногда этот овервульф жрет слишком много моей оперативы. Бывает до гига и больше. Также есть профили, хотите, включайте, экспортируйте. То же самое, что и два Mutman. Ничего нового в принципе. Функционал один и тот же.